В эти дни, 77 лет назад, советские бойцы освобождали от оккупантов Ставропольскую землю. 10 января от захватчиков освободили территорию Георгиевска, Советского округа и Степновского района. После очистили от фашистов города Кавминвод. И затем уже свой освободительный путь наши войска продолжили на севере края. За минувший год экспорт зерна из Ставропольского края за границу увеличился в 2,5 раза. Такие данные опубликовал Россельхознадзор. В 2018 Ставрополь отправил за рубеж 303 тысячи тонн зерна. Спустя год этот показатель увеличился до 730 тысяч тонн. Большая часть продукции это пшеница, но еще есть кукуруза, рапс, ячмень, горох и соя. Главный покупатель нашего зерна Азербайджан. Он приобрел примерно 70% продукции. Среди других стран Грузия и Армения. Эксперты отмечают, что рост интереса к Ставропольскому зерну объясняется его стабильным качеством. В Придгорном районе достроили школу на 500 мест. В здании предусмотрены учебные классы, два спортзала, стадион, баскетбольные и волейбольные площадки, а также столовая на 180 человек. Торжественное открытие среднеобразовательной школы номер 3 состоится 13 января в поселке Мирно. Напомним, что в этом году в 40 школах Ставрополя переопорудуют классы информатики, биологии, химии и физики. Кисловодск попал в топ городов для летнего отдыха в 2020 году. Специалисты популярного сервиса бронирования жилья для отдыха подготовили рейтинг городов России, которые люди чаще всего выбирают для путешествий. По данным ресурсов, в Кисловодске граждане в среднем берут дома на 8 ночей и за сутки тратят около 2700 рублей. Как показали данные бронирования, туристы в 2020 планируют потратить на аренду жилья от 1000 рублей до 12,5 тысяч рублей в сутки. В 2019 году на территории Ставропольского края в рамках реализации подпрограммы развития сельских территорий построили 13 спортплощадок. На эти цели было предусмотрено почти 42 миллиона рублей. Спортивные объекты возвели в Георгиевском, Ипатовском, Петровском и Советском городских округах. Они оборудованы сооружениями для занятий физической культурой, футболом, баскетболом и волейболом. Мероприятие по строительству комплексных спортплощадок продолжат и в 2020 году.